всем привет дорогие друзья и с жаркой аланьи сегодня у нас воскресенье и мы находимся сейчас как я уже сказала в аланье сейчас с вами поедем на берег моря завтракать и в этом видео я вам расскажу о том что же происходит в аланье потому что многих интересует этот вопрос и конечно же расскажу о том где носить где не носить маски какое постановление но на данный момент при выходе из вашего личного помещения а точнее квартиры апартаментов или комнаты в отеле вы обязаны надевать маску такого постановления правительства по всей турции поэтому мы сейчас с вами поедем на берег моря завтракать и увидим своими глазами все что происходит ну а вы конечно же не забывайте подписываться на наш канал заходить по ссылкам в описании бронировать туры билеты отели со скидками погода потрясающие лето в аланье продолжается ну а мы с вами продолжаем наше путешествие мы сейчас направляемся в район оба за нашими знакомыми с которыми поедем на завтрак и я немножко покажу вам что происходит в аланье как я уже сказала сегодня воскресенье утро как я уже сказала сегодня воскресенье утро поэтому не обращайте внимание на то что улицы вот такие вот пустые здесь пятничный рынок и конечно же в воскресенье здесь пусто что происходит у нас в аланье в аланье продолжается туристический сезон отели и пляжи полны туристов те кто смог приехать и тех кто захотел приехать конечно же не все отели открыто но те отели которые получили сертификаты здоровья они заполнены туристами вы можете посмотреть в описании к моему видео ссылки на обзоры отелей и пляжей как в аланье так и в анталии когда мы тоже отдыхали как туристы поэтому заходите по ссылкам в описании и обязательно смотрите если говорить о масках то как я уже сказала буквально пару дней назад в турции вышло постановление правительства об обязательном ношении масок вне личного помещения это касается улице это касается магазинов аптек и так далее всех общественных мест это было и раньше так потому что ни в какие магазины общественные места больницы и так далее без масок вас не пускали что касается пляжей и отелей в отелях некоторых отелях на территории отеля это ношение маски отдают на рассмотрение самого туриста но в общественных местах таких как и рестораны и так далее ношение маски обязательно поэтому друзья в принципе с этим постановлением ничего не поменялось оно как и было постановлено носить маску так и осталось здесь в алании поскольку в алании в анталии поскольку это такой туристический сезон и достаточно жарко здесь немножко помягче эта ситуация но например других городах турции таких как афьон вы можете посмотреть на нашем канале ношение масок на улице всегда было обязательным все да поэтому ничего такого особенного никаких особенных изменений с этим постановлением честно говоря я вообще не увидела и абсолютно не понимаю почему люди поднимают панику пожалуйста не поднимайте панику не волнуйтесь все нормально все как и было ношение маски я считаю в общественных местах правильным почему и мы тоже носим маски в общественных местах поэтому пожалуйста не пишите вот эти комментарии анастасия снимите маску и так далее если вы считаете что вам это не нужно ну это ваше личное дело а я считаю что в общественных местах носить маску для собственной безопасности я как носила так и буду носить что и вам советую сейчас мы едем по набережной в район сторону района оба чуть позже мы с вами обязательно спустимся на пляж и конечно же насладимся морем посмотрим кто чем занимается но такую прекрасную погоду конечно же чем можно заняться это посетить пляж мы проезжаем с вами парк и как я вижу здесь открытые и детские площадки и лавочки и фонтан работает и настольные теннисы помните когда был жесткий карантин здесь все было перетянуто лентами все было закрыто смотрите также это видео в описании в описании на него есть ссылка а сейчас как вы видите все свободно люди находятся на пляже кто-то гуляет вот здесь такая очень хорошая набережная можно гулять можно ездить на велосипедах заниматься спортом в общем самое главное соблюдать все меры безопасности и стараться как мне кажется жить насколько это возможно нормальной обычной жизнью а Продолжение следует... Продолжение следует... Мы приехали в одно из самых красивейших мест недалеко от Алани. Мы сейчас в Газипаше в районе Кору. Здесь, друзья, находится потрясающий пляж с натуральными бассейнами. И здесь также расположена Голубая лагуна. Здесь потрясающее место. Ресторан панорамный. Внизу пляжи. Друзья, на моем канале есть видео о пяти самых лучших пляжах Газипаше с лагунами. Поэтому смотрите по ссылке в описании. Но сейчас покажу вам все красоты этого места. Вот там вот располагается Голубая лагуна. А здесь вот такое вот потрясающее место для пикников, беседки. Прямо на самом берегу моря. И далее находится ресторан. Места, конечно, здесь невероятно красивые. И сразу из ресторана, из беседок открывается бесконечное Голубое море. Посмотрите, как красиво. Просто дух захватывает. Вот такая вот здесь потрясающая природа. Очень много беседок для пикников. Вот вы видите внизу банановые плантации. Есть разные резиденции здесь. И самое красивое, друзья, что здесь есть, помимо Голубой лагуны, это вот эти вот натуральные бассейны. Находятся они, как я уже сказала, в районе Куру в Газипаше. И вот так вот можно сидеть с потрясающим видом на море и кушать самый вкусный турецкий завтрак. Покажу вам еще раз вид, который открывается с нашего столика. Посмотрите, потрясающе, сколько банановых плантаций. И вот эти вот бассейны натуральные, они просто невероятно теплые. Сейчас я не вижу много купающихся, но вот вы видите, вот так вот выглядит бассейн. Вот несколько человек там есть. И если купаться внутри бассейна, там нет ни волн, потрясающе голубая вода, очень теплая. И чуть дальше, если проехать в ту сторону, есть пляж, муниципальный пляж Газипаши. И там даже есть пещера. В общем, места очень красивые. Если вы приедете в Аланию, обязательно побывайте здесь. И сейчас, друзья, я покажу вам самый невероятный завтрак. Здесь есть абсолютно все. Тахин, шоколадная паста, разные сыры. Пиши. Айхан уже съел все, пиши. Картофель, масло, салаты. Посмотрите, даже оливки на гриле. И вот такая вот яичница. Сарма. В общем, всем, кто кушает, приятного аппетита. Друзья, мы уже приехали в Махмутлар. И сейчас, как я вам и обещала, мы прогуляемся по пляжу. Опять же, все, что касается ситуации с ношением масок, отдыхом и так далее. Пожалуйста, всю самую актуальную информацию вы можете почерпнуть на сайте Министерства здравоохранения Турции и в их социальных сетях. Ну, а сейчас мы с вами спустимся на один из пляжей с пирсом и насладимся вдоволь морем. В общем, в Махмутларе вот такая вот красота. Четыре часа вечера. Солнце жарит. Нереально. Если вы знаете, где находится Махмутлар, любите это место, отдыхаете или у вас есть здесь свое жилье, обязательно пишите. Ну, а сейчас спускаемся с вами на один из пляжей. Таких пляжей барных, кафе, ресторанов здесь очень много. Здесь очень, кстати, вот этот вот классный пляжный бар. Здесь сделали площадку для игры. И здесь есть также детская площадка. Вот такой вот классный ресторанчик. Ну и, конечно же, сам пляж. Сейчас мы с вами прогуляемся до пирса. Здесь в Махмутларе не очень мелкий песок. Не такой, конечно же, как в Инжикуме и на Клеопатре. Но здесь очень удобно тоже отдыхать. Есть лежаки. Есть зонтики, которые можно арендовать. И здесь есть очень классный пирс. С этого пирса мы сейчас увидим всю самую красоту, все побережье. Пирса мы сейчас увидим всю самую красоту. Пирса мы сейчас увидим всю самую красоту. Пирса мы сейчас увидим всю самую красоту. как вы видите друзья на пляже очень много народу что здесь интересно с той стороны где есть камни люди не купаются вот сзади меня очень много упающихся в общем как вы видите народ отдыхает мы тоже завтра пойдем на пляж но мы пойдем на наш любимый пляж дамлатаж махмутар мы приехали специально для того чтобы показать вам потому что здесь мы давно не были в общем вот такая вот здесь атмосфера классный бар здесь ну в общем этот пляж один из лучших пляжей поэтому если будете махмутаре обязательно всегда приходите близко море не стала снимать на что очень много людей и не хотела их смущать я надеюсь что в этом видео вы получили ответы на моего вопросы о том что происходит сейчас на пляжах и как обстоят здесь дела на самом деле ничего не изменилось ничего особенного странного или необычного в отличие от предыдущих месяцев здесь я не заметил ну я вам об этом уже сказала в начале поэтому не волнуйтесь все как и было раньше но конечно же не забывайте о том что находясь у себя на родине или находясь другой стране нужно выполнять предписание государства и следовать законам страны конечно же существует штрафа для тех кто не носит маски в общественных местах и штрафа выписывает полиция поэтому как я уже сказала пожалуйста если указано носить маски в общественных местах в закрытых помещениях и при большом скоплении народа пожалуйста делайте это для вашего здоровья в общем вот так вот выглядит у нас здесь жарко солнечно мы очень нагрелись на сегодня показали вам целых два места поэтому не забывайте подписываться на мой канал только на моем канале вы увидите все самое интересное это что вы не увидите ни у кого другого ссылки на бронирование отеля билетов и туров в описании к видео заходите пользуйтесь заходите на сайт нашей компании надеюсь что мы также будем вам полезны и интересны ну а на сегодня я с вами прощаюсь желаю вам всего хорошего будьте здоровы и добро пожаловать в Аланию и в Турцию а